здравствуйте вы смотрите передачу об этом стоит узнать в студии ведущий пётр горохов и сегодня речь у нас пойдет о предпринимательстве а точнее о молодых предпринимателях о людях которые в условиях жесткой конкуренции недостатка средств на которые сейчас жалуются все предприниматели все бизнесмены сумели организовать собственное дело успешно его продвигают и сегодня я надеюсь об этом своем опыте нам расскажут итак у нас гостях наши земляки одинцовские предприниматели максим ильин и евгений новиков здравствуйте здравствуйте приятно ну что ж не так много известно пока широкой публике о вашем проекте о проекте с которого вы начинаете предпринимательскую деятельность называется он макс маркет насколько я знаю это уникальная торговая площадка и я надеюсь что сейчас вы расскажете во первых не буду раскрывать там то что мне даже известно я хочу чтобы все это рассказали вы в чем ее секрет ее привлекательности в чем ее отличие от огромного количества других площадок на которых можно приобретать товары услуги и так далее я думаю что да максим большое спасибо начнет как основатель как человек который стоит у истоков этого проекта да действительно стою у истоков знаете я очень люблю один мультик значит диснеевский мультик называется аисты и там был один интересный момент когда главный герой этого мультика заказывает холодильник за три секунды нажимает кнопку и ему падает с неба холодильник очень впечатляет эта сцена потому что так мы именно видим будущее нашей компании и сейчас мы позиционируем как себя завершили уже все тесты мы действительно готовы к тому чтобы заявить о том что теперь любой товар в любой точке россии можно будет получать через три часа с момента его заказа мы разрабатывали эту систему довольно долго уже более года мы ее тестируем сейчас все основные тесты мы завершили успешно были этому несказанно рады если честно после чего собственно мы решили рассказать уже непосредственно нашим в первую очередь землякам сообщить им эту радостную новость и будем надеяться что первыми будете собственно вы наши дорогие одинцовцы ну и давайте теперь немножко поговорим о том какие сейчас стандарты в этой отрасли да это отрасль ну и называют там электронной коммерцией по-разному да вы заявляете достаточно амбициозно о том что в течение трех часов скажем ну прозвучал например на дым да и какой-нибудь не самый распространенный товар и он там может быть в течение трех часов уже у человека который заказал его через интернет да а сейчас какие стандарты в этой отрасли если мы не ошибаемся то по москве московской области лучшая доставка считается день в день самые скажем так вот на дальние регионы если обращать внимание то порядка там двух-трех дней до это луховицы например это рязань до коломна калуга вот все что там четыре часа все что выше идет в течение недели очень многие магазины очень многие собственно компании пользуются именно службой доставки не своей а нанимают службу доставку и вот там часто очень возникают большие проблемы все здесь чем срок удлиняется норма максимум в лучшем случае сейчас идет день в день опять же повторить по москве максим вот вы с евгением представляете ну я думаю молодую формацию никто я думаю с этим спорить не станет молодую новую формацию предпринимателей амбициозных насколько сложно было вот такой проект закрутить я уже для себя представляю как человек имеющий некоторый опыт представляю насколько это сложно было провести вот эту стадию подготовки к началу к запуску самого проекта насколько сложно это молодым предпринимателям молодым людям потому что мы привыкли к тому что большинство проектов которые якобы основаны молодыми людьми на самом деле всегда стоит дядя с большими деньгами с серьезным уже в серьезном возрасте и только при его интересы представляет молодой человек да на самом деле вот вы являетесь можно сказать родителями своего проекта насколько вам было сложно спасибо за вопрос я являюсь родителем не только проекта у меня замечательная дочка прекрасная супруга поэтому я в какой-то мере всегда соотношу бизнес свой с моим ребенком и посвящаете успехи свой да и посвящая успехи именно им потому что они главная заслуга моей жизни что касается проекта насколько это сложно это очень сложно я не могу представить описать слов которые могли бы наверное грамотно донести до молодых ребят нашего возраста или младше насколько трудно действительно подобными проектами заниматься в наше время какие основные проблемы мы видим это безусловно самое страшное это конкуренция всегда все боятся конкурировать как можно конкурировать такими великими компаниями как яндекс маркет например это очень тяжело и об этом заявить даже заявить уже не очень просто но если мы спустимся чуть пониже и не будем изобретать ноу-хау возьмем какую-нибудь палатку да допустим или там может быть магазин спортивного питания как вариант интернет магазин самая большая проблема мы считаем это неосведомленность молодых людей о том как этим вообще нужно заниматься берем самое начало оформление юридического лица это колоссальное количество людей не понимают что если вы открыли компанию которая называется ооо ромашка то нельзя с расчетного счета этой компании заказать себе пиццу даже если успешно продали что-то и по плану упали деньги на большинство людей просто от незнания страдают они думают что можно сделать какие-то вещи которые на самом деле законам запрещены они сталкиваются с этими проблемами мы безусловно тоже столкнулись с этими проблемами вторая наверно по популярности проблемы это амбиции мы совершили ряд достаточно дорогостоящих нам ошибок когда мы посчитали что уже через два-три месяца мы сможем выйти сам окупаемости и подобными вещами заниматься далее честно скажу что я бы посоветовал наверное молодым людям молодым предпринимателям которые будут стараться осуществлять свое дело вне зависимости от формы этого бизнеса все-таки все большие старшие менторы до которые советуют что друзья первые полгода вам будет тяжело слушать их они не врали это честно я думаю что это даже оптимистично первые полгода это очень оптимистично это минимальный срок после которого можно через полгода у нас случился до полный провал мы поняли что наш продукт никому не интересен и мы выделываем неправильно спустя полгода нам пришлось наверное поменять семьдесят пять процентов того что мы делали изначально и только после этого мы стали идти в нужном направлении понимать зачем вообще нужны на этом рынке поэтому полгода да это оптимистично но как показала практика лично мой опыт мой переломный момент был ровно до через шесть месяцев у меня было стояла возможность либо все закрыть либо пойти дальше большому счастью у меня есть надежные друзья у меня есть семья и благодаря им я все-таки выстоял решил продолжать этот проект я так понимаю что вы учились на своем опыте да и советуйте тем кто начинает свой бизнес начинает его с учиться все-таки по большей части на опыте чужом на ошибках чужих они на своих ну и я так понимаю что вот евгений как раз и будет заниматься обучением тех кадров которые будут работать у вас на предприятии в компании на фирме не за как-то в проекте в проекте да не будем сейчас об организационно-правовой стороне вопроса до в вашем проекте ведь если масштаб будет всероссийский то и соответственно и количество людей должно быть задействовано достаточно серьезное вот евгений поколение пепси да очень расхожий сейчас термин поколение которое очень смутно имеет представление о реальной жизни зачастую да от о работе тяжелой и трудной до которому все кажется легко и когда она сталкивается с реальной жизнью происходит ломка стереотипов надежд каких-то давить не просто таких людей привлекать обучать и вот вы как здесь какой подход планируете использовать но дело в том что даже в данный момент сфер моей деятельности связаны с образованием и так как этот проект планировался и развивался при моем участии уже как раз где-то вот с периода полугода мы прошли как раз самые тяжелые этапы мы сейчас понимаем и представляем каким образом работает рынок как это устроено и соответственно под эти реалии мы понимаем опять же каких людей именно люди с какими стремлениями и целями нам нужны естественно в любом случае это будет жесткий отбор и не каждый абсолютно не каждый желающий сможет влиться и продолжить этот путь уже вместе с нами но что касается самого обучения это несколько ступеней соответственно на каждой из этих ступеней мы будем смотреть уже кто смог пройти дальше кто к сожалению по каким-то причинам вынужден будет нас оставить ну и соответственно в дальнейшем есть наверно какой-то общий такой идеал именно человека который будет работать с нами который опять же с максимума не один раз обсуждали и приходили иногда к абсолютно разным мнениям но вот на данный момент мы понимаем что есть к чему стремиться нам с чем работать то смотрите любая крупная сетевая компания не будем сейчас называть бренды дали никакие компания представленная в любой стране в любой точке земного шара стремиться к тому чтобы максимально унифицировать свои услуги и предложить уровень высокий уровень сервиса неважно будь то москва будь то урюпинска будь то там еще какой-то самый отдаленный уголок вот здесь действительно наверное это сложный момент предложить высокие стандарты во всех там десятках сотнях там точек где будут предлагаться ваши услуги возможно ли этого добиться и как быстро этого можно добиться ведь люди будут ждать этого с самого самого начала вашей работы позвольте мне ответить на этот вопрос это можно сделать это тяжело но доосуществляемо в несколько этапов ведется работа по стандартам качества безусловно мы устанавливаем определенные стандартные для интернет-магазин которые сейчас уже на данном этапе присоединились к нам и выставляют свой товар всегда если мы посмотрим на опыт наших китайских да на нас можем так сказать коллег вот мы увидим что огромная площадка берет на себя возможности решения споров между интернет-магазином и покупателям в нашем случае мы видим что в таком точнее случае мы видим если площадка принимает решение не в пользу покупателя то соответственно она его во первых теряет во вторых у него не остается никакой защиты в том числе по нашим законам например закон защите прав потребителей поэтому как этого добиться очень легко это нужен отсеивающий этап в самом начале если магазин тебя в самом начале показывает успешно если он работает с отзывами клиентов если он говорит предлагает больше чем клиент ожидает то такой магазин нам подходит к сожалению большому нашему сожалению большинство таких магазинов не имеют просто другого выбора кроме как обратиться к нам потому что где-то эти стандарты очень сильно завышены а где-то они скажем так в принципе для них не достигаем и даже в будущем поэтому они туда и просто не могут попасть в связи с этим отвечая на вас вам в ваш вопрос это стабильная работа служба безопасности в первую очередь во вторых во вторую очередь это обучение на евгении лежит когда обязанности я хочу сказать что очень успешно с ней справляется как это осуществить более другим путем мы пока не знаем но в первую очередь мы будем следить именно на самом старте потому что и тогда проявляются все огрехи всех магазинов макси ну я вот вертится на языке достаточно много вопросов но я просто боюсь зайти на территорию уже коммерческой некой тайны потому что я понимаю что многим бы было интересно узнать механизм этот до конца механизм которым который будет работать вот в этом проекте но тем не менее вы в нескольких словах сказали об ошибках которые совершают молодые люди начиная собственный проект да а теперь посоветуйте как правильно хотя бы два три шага первых как правильно запустить свой бизнес и может быть даже как правильно определить для начала сферу приложения своих услуг своих усилий что могу посоветовать в первую очередь давайте начнем как правильно да или лучше даже я бы сказал со сферы услуг потому что это основное вы должны любить свое дело если вы хотите создать что-то что приносит вам просто прибыль купите франшизу на это будет самый дорогостоящий но при этом это будет безопасный вариант если же вы любите свое дело если же вы хотите чем-то помочь скажем так если творческая жилка да если есть творчество обязательно безусловно если все это у вас есть то первые шаги должны быть следующие создайте подушку безопасности вот это финансовая подушка безопасности послушайте советы умных людей она всегда должна быть вы можете очень долго делать свой проект он может сделаться не за один месяц и не за год создайте подушку безопасности максимально возможную то есть чтобы у вас всегда были финансы и вы не страдали безусловно от их нехватки отделите часть денег от бизнеса и то на что вы живете это очень важно что касается вторым шагом учитесь много нужно знать очень много нужно знать посещайте семинары в наше время слава богу есть онлайн вебинары все это практически бесплатно и в большинстве случаев 80 процентов они бесплатны они очень многому научат вас и как предпринимателя и как человека вы начнете расти над собой ну и сына на второй шаг это уже оформление юридического лица не стоит пренебрегать законами вы можете оформить юридическое лицо в любой форме этой пыло зао и так далее но живите по закону обязательно не нарушайте эти права потому что иначе это может обернуться вам в очень неудачной форме в последний момент перед стадии запуска к вам просто могут прийти повестки из налоговой что у вас расчет на счет заблокирован потому что вы не сдавали декларацию и таким образом вы не сможете принимать платежи от своих клиентов но и третий совет который я хотел бы дать всем молодым предпринимателям это создайте минимальную жизнеспособную версию продукта у вас есть теория насчет не знаю бесплатного питания или там здорового питания давайте не знаю пример возьмем хочу открыть кафе там сеть кафе спортивного питания но там же огромный рынок все это нужно считать посчитайте и когда вы все это сделали на это уйдет не один день даже не три ночи это несколько месяцев подсчетов только приблизительно после этого сделайте небольшой сайт и зайдите не знаю в какие-нибудь офисы и спросите а вам интересно было бы в офисе купить спортивное питание вы работаете кушайте и худеете если вам скажу да если вы сделаете хотя бы несколько продаж вот тогда уже задумываетесь о том чтобы начинать полноценный бизнес искать инвесторов и так далее это наверное основные этапы у вас есть что добавить да евгений может присоединить дополнит свои своим видением дело в том что в свое время еще непосредственно не проникаясь проекта максима я тоже запускал свой бизнес который к сожалению как раз из-за большинства ошибок которые вот даже сейчас были из-за того что они были последовательно совершены да да к сожалению что привело собственно говоря к закрытию как такому бизнеса идея однако же еще до сих пор осталось естественно тоже надо будет менять но на данный момент я могу только сказать что наверное для молодого предпринимателя очень важно буквально вот каждый день до каждый час может даже каждую минуту жизни со своим проектом задавать себе вопросы что я делаю не так вот даже когда все кажется абсолютно идеально и прекрасно нужно представлять что вот что-то где-то уже идет не так и как только этот вопрос постоянно находится в голове соответственно можно будет действительно найти очень много ошибок и понять что настолько много путей но среди них очень много неправильных то есть некая шлифовка должно постепенно происходить даже даже в том случае если кажется механизм работает постоянно это действие которое должно быть позвольте добавить готовьтесь к тому что можно будет все перелопатить и начинать все заново не один раз это факт к сожалению это факт бывает и такое приходится все с ног на голову ставить и делать все заново во всем мире вообще отношение к молодым предпринимателям не только бережная внимательная но я даже сказал трепетная да потому что мы знаем например что в той же испании там до 50 процентов доходит безработица именно среди молодых людей а тут молодой человек мало того что ничего не просит он еще сам пытается что-то для экономики создать да и во всем мире с молодыми предпринимателями носятся можно сказать на руках у нас я знаю что такого нет но тем не менее вот что касается реальной поддержки со стороны властей но есть ли она ощущается ли она если ощущается то где и где бы хотелось чтобы добавили эту поддержку я могу ответить на этот вопрос следующим наверно утверждением да она есть безусловно безусловно наше государство нас поддерживает как молодых предпринимателей как она нас поддерживает это вопрос на который надо отвечать возможно многим людям многим предпринимателям потому что это очень много зависит от сферы деятельности безусловно поскольку когда мы перешли в 21 век и сейчас у нас практически абсолютно все находится в интернете очень тяжело доказать в принципе государство что их поддержка будет направлена в нужное русло что могу сказать точно защищают да это факт за все время нашего существования мы еще ни разу не столкнулись с действиями коррупционеров или скажем так как принято это называть может быть наездов да у вас не кошмар нет ни кошмаре в случае куда более того мы даже в какой-то переломный период времени написали письмо даже владимиру владимировичу будучи недовольны тем что как нам показалось не в том месте распределяются денежные средства на что нам очень вежливо перезвонили все рассказали ответили предоставили даже больше скажу телефоны и контакты организации которые возможно могли бы нам помочь поэтому я могу ответить так что да поддержка есть ее не хватает где ее не хватает что же у нас есть один колоссальный наверно пример где действительно ее не хватает это фонд микрофинансирование московской области к Кстати, наша история, мы сами бизнес-зарегистрированы в Московской области и живем мы в Московской области. Соответственно, и налоги платите в Московской области. Соответственно, и налоги платим мы в Московской области. И когда мы обратились в этот фонд, с очень простым предложением, ребят, у нас есть стратегический инвестор, он готов приехать навстречу и сказать, что он на нашем следующем раунде вкладывается в наш проект. Нам сейчас для него нужно провести небольшой пилотный запуск, дайте 3 миллиона. Мы готовы начать обсуждать, как это действует и так далее. На что нам сразу ответили, да, ребят, не вопрос, но вам залог что-то на 4 миллиона надо оставить. И мы задались вопросом, а для кого фонд существует, вообще, кто им пользуется, зачем он нужен. Это не такой расставщический подход. Да, есть банки, которые делают то же самое. И мы не говорим о том, что это неправильно. Нет, подход, безусловно, определенно верный. Если вы не готовы заложить свою квартиру, то вам мало, наверное, что светит в этом бизнесе. Значит, вы не верите в свой бизнес, да, и стоит ли им заниматься. Не стоит им заниматься, если вы не готовы потратить абсолютно все время, душу и влить в него что-то. Что касается данного фонда, мы безумно благодарны. Но вот даже, наверное, сам директор фонда с нами согласится, что их регламент, их лишил возможности выслушать любой проект. Потому что мы обсуждали этот вопрос, мы приходим, общаемся, и нам говорят, да, вот такой проект, классный, отлично, вы молодцы, вы молоды. И у нас регламент, мы не можем вам дать деньги. Мы даже не можем это вынести на согласование с кем-то еще, с правительством Московской области и так далее. К сожалению, то есть их лишают возможности на старте нам помогать. И это, скажем так, может быть, правовой пробел. Где бы еще хотелось получать поддержку, безусловно, в налоговой службе. И я, честно говоря, не вижу ничего сложного в том, что делать какие-то мини-буклетики. Сейчас там, если вы были в налоговой, там колоссально приятно видеть телевизоры, на которых есть обучение, как подавать налоговую декларацию, как писать о том, сколько вы заработали и где это можно сделать. Но, безусловно, было бы классно, если бы мы получали еще какую-то информацию дополнительную, что касается, ну, вот, наверное, самый большой пример. А что делать, если заблокировали расчетный счет? Какие-то, может быть, семинары, тренинги проводить для молодых предпринимателей. Нам говорили, что их проводят, но где найти информацию об этом? Это очень тяжело. Поэтому информирование было бы неплохо. Но, безусловно, деньги. Деньги всегда решают все. И иногда нужно совсем чуть-чуть, чтобы добиться успеха. Очень тяжелый вопрос, потому что все сразу правозащитники этой системы, они отвечают, мы сейчас начнем раздавать деньги. И инфляцию в 4% мы не сможем достигнуть. Да, да. Соответственно, ну, создайте условия, чтобы могли прийти люди, чтобы у них был отбор какой-то. Сделайте его жестким, мы не спорим с этим. Сделайте его ужасно жестким, мы даже с этим не спорим. Но сделайте возможность выбора фонду, финансируйте этот проект или нет. Потому что это основа, которая действительно будет поддерживать молодой бизнес. А снова вы что-то сделаете, мы вам потом что-то компенсируем. Ну, на данный момент, по крайней мере, к технологиям интернета она не относится. Что мы можем сделать здесь? Ну, я вот хотел бы добавить, Максим, от себя, что мы, например, видим... Сейчас очень много говорят о проектном именно финансировании. Не о том, что вливать просто, кидать лопатой деньги на вентилятор, да, чтобы их несло куда-то в сторону экономики. А проектное финансирование, да, вот в сельском хозяйстве есть проектное финансирование, мы видим, что там происходит. Почему не сделать такое же проектное финансирование в отношении начинающих предпринимателей? Ведь это тоже мог бы быть такой же прорыв, скажем, как в сельском хозяйстве, в экономике. Тем более, что это и IT-технологии, и я думаю, что в этой сфере развитие пошло бы на пользу всей экономики в целом. Безусловно, наш проект в будущем, буквально через какой-то короткий промежуток времени относительно бизнеса, да, если говорить, он способен уже оказывать, скажем так, именно услуги по привлечению молодых предпринимателей в том числе. Я уже сейчас не говорю о социализации проекта, там у нас вообще глобальные планы. Кстати, да, именно вот то, что проект изначально планируется, в проекте изначально предусмотрена значительная социальная составляющая, тоже, я думаю, что многим людям будет приятно, и меня это сразу зацепило в хорошем смысле этого слова. Я знаю, что социальный аспект в первую очередь в плане трудоустройства. Расскажите, пожалуйста, об этом, ведь штат компании в случае того, если все пойдет так, как вы планируете, будет достаточно большим. И если будут предусмотрены именно социальные места для определенных категорий граждан, это будет вообще действительно еще один большой шаг в сторону, скажем так, в сторону развития и социальной сферы в том числе. Да, безусловно. Действительно, поскольку у нас проект очень масштабный, он всероссийский, то количество рабочих мест на наш приблизительный подсчет больше 4 тысяч достигнет через 2 года. И, соответственно, мы, как молодые предприниматели, которые, помимо того, что мы молодые предприниматели, мы, безусловно, очень сожалеем людям, которые, к сожалению, сейчас являются, ну, как правильно называют... Люди с ограниченными возможностями. Да, люди с ограниченными возможностями. То есть у них нет возможности выехать каждый день в офис, толкаться в метро и так далее. И мы искренне не понимаем, почему очень многие предприниматели, в принципе, обходят стороной. Это ведь квалифицированные специалисты, может быть, не в той области, в которой хотелось бы. Но вот конкретно в нашем проекте, да, до 40% штата мы действительно планируем нанимать людей с ограниченными возможностями. Может быть, мам-одиночек. Ну, то есть социально незащищенные слои населения, которые не имеют возможности радоваться повседневной офисной жизни, можно так сказать, да, назвать ее. И, безусловно, нам приятно через год собрать абсолютно весь штат компании где-нибудь в Москве, оплатить им там билет, чтобы они раз в месяц хотя бы выезжали к нам и все вместе социализировались, чтобы мы показывали всему этому миру, что мы, во-первых, можем делать деньги, при этом заботиться еще о ком-то, а во-вторых, это же ужасное колоссальное количество этих людей растет сейчас. Мы заходили в социальную службу трудоустройства и нам назвали какие-то космические цифры, там, ну, давайте так, больше 30 человек сейчас нуждаются в этом активно. Больше 30, это может быть и тысяча, мы не будем точно называть цифры, но в любом случае их много. И мы бы очень хотели им помочь, мы бы хотели приехать, поставить им там ноутбук, да, обучить их, безусловно, это все делается удаленно, 21 век, нам нет необходимости присидеть рядом с этим человеком. Тем более, что эти люди, они очень благодарные сотрудники, они ценят отношение к себе доброе, ценят то, что им предоставляет возможность заработать, и я думаю, что в плане усердия с ними мало кто сравнится. Мне не хочется, конечно, думать о том, что, да, это безусловно так, но мне не хочется об этом думать именно с такой точки зрения. Я это делаю, потому что я это хочу, и потому что я так пожелал, и это не значит, не ставит меня выше этих людей, а наоборот, даже, может быть, мне чему-то у них стоит научиться. Но если мне повезло в жизни, и у меня есть проект, который может помочь им, то, безусловно, я бы хотел, чтобы они работали со мной и строили со мной эту компанию. А в любом случае, в том числе им это материальное благо, и я рад, что я смог бы им помочь в этом вопросе. Ну что ж, наше время уже близится к завершению, и в конце я хотел, чтобы вы, может быть, действительно ответили на самый важный вопрос, который, я думаю, любого молодого человека волнует. Хочет ли он стать предпринимателем, или стал, может быть, уже им, и ищет какие-то возможности развития своего дела. Это вопрос о том, где найти инвестора, стоит ли его искать. Ну, я думаю, что вопрос, стоит ли его искать, он, скорее, риторический. Конечно, наверное, стоит его поискать, но где его искать, и что ему предложить для того, чтобы он заинтересовался вашим проектом. Вот, ну, хотя бы в нескольких словах. Если в нескольких словах, то, вот вы, кстати, не правы, это не риторический вопрос. Иногда, и мы видели это на примере многих людей, есть продукты, которым инвестор мне нужен. Просить денег – это наука, этому стоит научиться, в принципе, по жизни, для того, чтобы понимать вообще, чтобы когда-то вы станете, возможно, инвестором, и вам придется тоже приходить, будут приходить молодые люди, им надо будет что-то отвечать. Что касается инвесторов, их много типов, мы не будем сейчас рассуждать до этого классификации, но в целом к любой инвестору мечтать только заработать. Если вы к нему придете с проектом, который накормит всех голодных, скорее всего, вы будете… Ну, мало что принесет им лично. Скорее всего, вы уйдете. Инвесторы бывают разные. Сейчас, опять же, 21 век, есть бесплатные, повторюсь, бесплатные площадки, на которых собираются инвесторы. Они выставляют свои предложения, вы можете там опубликовать свой проект и отправлять этим инвесторам. Частные инвесторы, есть правила 3F, friends, family, fools, друзья, семья и дураки. Поэтому не стесняйтесь зайти в продуктовый магазин и попросить познакомить вас с собственником. Если вы верите в свой проект, зайдите в любую абсолютно компанию, пробейтесь к директору и поговорите с ним. Он такой же человек, как и вы. Просто у него сейчас есть уже деньги и возможность. Максим, я вспомнил, извините, перебью, я вспомнил одну историю. Ее рассказывал стальной магнат Морган, который в 19 веке говорил, что он был самым богатым и самым крупным должником в Пенсильвании. У него был специальный партнер, который ходил и занимал везде, где только можно, деньги. То есть, в принципе, это тоже как вариант. Ну, занимать постоянно, конечно, можно, но до определенного момента, потому что потом придется возвращать. У нас есть очень ряд довольных наших начальных инвесторов, которые еще только в рамках идеи пытались в это вложиться, но очень маленькими суммами, спасибо им, они сейчас на этом заработали. Что касается крупных инвесторов, мы тоже встречались с крупными инвесторами и, конечно же, да, для них мы еще не представляем там какой-то интересный проект. Не бойтесь больших сумм. Просите столько, сколько вам действительно нужно, а не столько, сколько вы считаете, вы потратите с максимальной экономией. Если вам нужно 100 миллионов, придите, попросите 100 миллионов. Не думайте, что если вы скажете больше. А как же принцип «проси больше, чтобы получить столько, сколько надо»? Или он здесь не работает в данной сфере? Нет, здесь очень часто молодые предприниматели, возвращаясь к вопросу о молодых ошибках и инвесторах, когда они приходят к инвестору, они говорят, мне надо всего 200 тысяч. Мне вот честно, 200 тысяч, я доделаю этот продукт. И очень часто инвесторы понимают, что ну что они получат с этих 200 тысяч там. 200 миллионов вряд ли. Они отказывают не потому, что у молодого человека плохой продукт, они отказывают, потому что им просто неинтересна эта история. У нас были встречи, когда просто мужчина вставал и уходил на встречу. Он говорит, спасибо, неинтересно, и уходил. Что касается денег, если вам реально нужно 20 миллионов, для того, чтобы завершить это все, продать и провести рекламную кампанию, просите 20 миллионов, но обоснуйте. Нельзя сказать, что мне нужно 20 миллионов, потому что мне айфон понравился, восьмой. Поэтому всегда, конечно, обосновывайте и старайтесь не экономить. Потому что сэкономив где-то, вы можете потом потерять абсолютно весь свой бизнес и еще остаться должным инвестором. Не экономьте. Тратите столько, сколько действительно нужно. И вы не боитесь, что ваш проект, как это частенько бывает, будет просто перекуплен? Я понимаю, что ваш проект, в какой-то мере, кто-то может сравнить с ребенком, кто-то с близким человеком. То есть это детище действительно предпринимателя. И частенько так бывает, что проекты просто перекупают более крупные компании, тем более, если проект интересный, проект перспективный. Вот здесь вы не боитесь этого или, скажем так, что будут очень быстро заимствованы методы вашей работы? Что ваши секреты очень быстро станут известны широкому кругу предприятий и ваши технологии будут просто, скажем так, по-хорошему, по-плохому, скажем, украдены? Да, по-плохому. Нет, не боюсь. Не боюсь, потому что, когда вы начинаете свой бизнес, обязательно надо понимать для себя две стратегии. Либо вы его делаете для того, чтобы кому-то потом продать, либо вы его делаете для себя. Если вы его делаете для себя, значит, делайте его дальше для себя. Насчет продать. Мы видели, вчера, если не ошибаюсь, господин Тиньков приобрел какой-то очередной проект, стартап, который быстро развивался. Нет, не боимся. Мы всегда готовы к сотрудничеству, но мы прекрасно рассчитали стратегию. И мы знаем, что если мы сейчас добьемся и будем идти по плану, по тому, которому мы наветили, у нас просто не может возникнуть ситуация, при которой нам необходимо будет его продать. Большим и крупным зарубежным компаниям мы с большим удовольствием пригласим их познакомиться с нашими секретами. И обязательно расскажем о них. Дело не в секретах, дело в людях, которые это все делают. Потому что все, что мы делаем, давно известно, и кто-то мог бы уже давно это применить, если бы захотел. Но, видимо, не хотят. Ну что ж, спасибо огромное. Я думаю, действительно, те вещи, о которых вы сегодня рассказали, я думаю, действительно, об этом стоит узнать широкому кругу наших телезрителей. Ну и со своей стороны, конечно, желаю вам всяческих успехов, побед и в бизнесе, причем не только на уровне нашего региона, но и во всей России. И также желаю вашему предприятию, которое совсем недавно было еще стартапом, выйти на большую, скажем так, воду и стать международным. Я думаю, что потенциал у него есть. Спасибо огромное. Спасибо. Я напоминаю, что гостями нашей сегодняшней программы были основатели и участники проекта «Макс Маркет», одного из, наверное, самых интересных новых проектов, которые в современной России имеются. Это Максим Ильин и Евгений Новиков. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова